Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы опять на моём канале. Меня зовут Оксана. За последние 2-3 недели у меня было несколько похожих комментариев, где люди пишут, что не получается акварель. Не знаю, что делать. Помогите, подскажите. Ну вот, давайте для начала сделаем вот такое упражнение. Это упражнение делается каким-то одним нейтральным цветом. Можно чёрным, серым, фиолетовым, любым. Я люблю смесь. Жённая умбра и диоксазин фиолетовый. В этом упражнении мы делаем 4 полосы. Первая полоса очень светлая. И сделайте полосы где-то 2 см шириной каждую. Я делаю на глаз, поэтому у меня, мне кажется, немножко шире. Итак, первая полоса самая светлая. Вот представьте, если вы сделаете шкалу от 0 до 10, 0 это чистая бумага, а 10 это самая тёмная возможность этой краски. Первая полоса может быть от 0 до 3. И я говорю может быть, потому что вы понимаете, что акварель это вибрирующий цвет. Когда вы провели эту полосу кисточкой, то в каком-то месте бумага будет почти белая, но в каком-то месте она будет темнее. Вам надо научиться делать эту первую полосу, чтобы она вибрировала от 0 до 3. Вторая полоса уже темнее. И по нашей 10-бальной шкале её вибрация идёт от 8 до 10, то есть 8, 9, 10. Это мы говорим о максимальной возможности этой краски в каких-то участках. А теперь четвёртая полоса, последняя. И если нумерировать эту полосу по шкале, то это будет 3, 4, 5. То есть что это значит? Что первая полоса была самая светлая, а потом идёт самая последняя полоса. Она, получается, будет чуть-чуть темнее, чем первая полоса. Теперь посмотрите, что у нас получилось. Мне интересно, вы догадываетесь, что это такое или нет? Я вам сейчас скажу. Это абстракт этюда. Это формула, по которой рисуется акварелью этюд. Наверное, не только акварелью, наверное, и другими материалами. Но в акварели просто это понять очень важно. Я считаю, важнее, чем, например, понять в масле. Так в масле вы можете исправлять. Теперь я объясню, что это за абстракт. Первая полоса – это небо, которое в течение дня, например, где-то с 10 до 5 вечера, всегда самая светлая. И я сейчас по ходу того, как я это объясняю, буду делать это же упражнение, но уже меняя форму этих полос в более привычные формы для нашего глаза. И вот эта самая светлая первая полоса принимает вот такую форму. Это небо. А теперь, если вы в мыслях представите себе эту серую шкалу от нуля до десяти, то внутри формы этого неба мне можно менять темноту от нуля до трех. Если вы сделаете это упражнение раз пять, то вы научитесь по виду вот этой окрашенной лужи в палитре определять, какого тона будет краска на вашей бумаге. Но при этом вы должны пользоваться одной и той же бумагой и одной и той же кисточкой. Если вы смотрели мое предыдущее видео о кисточках, то вы наверняка обратили внимание на то, какой след оставляют эти кисточки. И при высохании получается совершенно разный результат. Хотя я пользовалась одной и той же краской. Если вы делаете это упражнение на хорошей хлопковой бумаге, то вам не надо так долго мучить это небо. На этой бумаге вода стоит лужами. И я пыталась просто ее равномерно распределить по бумаге. Ну и вот теперь, когда высыхает, то видно, что и получается где-то один, два, три. Нуля у меня нет, белого нет. Но один, два, три получается. Теперь следующую полосу я наношу самую нижнюю. Это земля на переднем плане. И почему я наношу именно эту полосу? Потому что так легче. Я знаю, что она у меня должна быть чуть-чуть темнее неба. И пока небо влажное, легче визуально сравнивать два этих оттенка. Когда небо высохнет, оно будет светлее. И если я буду наносить новую мокрую краску, то я уже не смогу сказать, темнее у меня эта полоса или нет. И вот свойство именно этой бумаги. В некоторых местах краска не прилипает, и остаются белые пятнышка. В акварели это только лучше. И опять же, в этих наших полосах допускается другой оттенок. Например, если в небе будут маленькие черные пятнышки. Я сказала черные, я имею в виду номер 10 по темноте пятнышки. Допускается. Если их немножко, может там птички какие-то летают. Вот этот маленький треугольник, который я нанесла, я просто хотела показать, что эти планы, эти полосы можно разбивать на несколько частей. Получается, что темнота краски та же самая, но есть немножечко другая форма. А теперь это полоса, которая ближе к небу. И это наш задний план. Эта полоса идет по шкале 5, 6, 7. Значит, у нас идет самое первое светлое небо, потом второе земля, чуть темнее небо, а теперь задний план, который чуть темнее земли на первом плане. Теперь я жду, когда эта вода стечет вниз, и я попытаюсь ее собрать, не прикасаясь к бумаге. Это тоже отдельное упражнение, я его освоить не могу. Я всегда случайно прикасаюсь к бумаге. Вот в таком состоянии, в мокром, это выглядит красиво. Та маленькая каемочка темная, очень даже красивый результат. Но вы ведь понимаете, что это так не высохнет, что в процессе высыхания вот эта мокрая каемочка начнет давать разводы, которые будут идти вверх. После этого надо подождать, чтобы вот эта картинка высохла на 100%. У меня сейчас, в данный момент, уже эта картинка высохла. Я просто выключила камеру и включила ее через полчаса. А теперь я буду наносить самую темную полосу. И эта темная полоса у меня идет по цифрам 8, 9, 10. То есть это достаточно темный цвет. Конечно же, я не буду эту полосу наносить полосой. Я ее буду наносить в форме, например, дерева. И потом еще один момент. Эти деревья должны быть вдалеке, и они должны объединить задний план и передний план. Поэтому дерево должно быть вроде как посредине заднего и переднего плана. Потом еще желательно эти деревья как-то интересно распределить. Не нарисовать их просто одной сплошной полосой, а чтобы между ними какое-то расстояние было видно. И тогда это даст еще больше понятия глубины. Как будто вы будете чувствовать, какое расстояние идет от дерева к тому заднему плану. Ну и потом на заднем плане вот это соприкосновение заднего плана и земли, которая идет на передний план. Это обычно очень красивый момент. И в акварели в этом месте очень часто оставляют маленькую белую полоску. Это делается для того, чтобы туда привлекать глаза. Падающих теней в этом упражнении не будет. Пока давайте научимся хорошо пользоваться вот этой теорией полосы, или я даже не знаю, как ее назвать. Пока нам надо освоить вот именно этот момент. Теперь я сделаю это же упражнение, но только в цвете. Наша задача научиться распределять любой цвет по вот этим цифрам от нуля до десяти. И это будет совершенно разная шкала для разного цвета. Например, как вы не будете мучить желтый цвет и сколько вы не будете добавлять туда пигмента, у вас шкала номер десять у желтого цвета никогда не будет такой же темной, как шкала номер десять у ультрамарина. Я сегодня пользуюсь своей старой палитрой. Я совершенно не помню, какие это цвета. Вот сейчас я беру этот голубой и пытаюсь определить, что уж это за голубой, чтобы определить эту шкалу. И мне надо, опять же, самые светлые оттенки, которые этот голубой может дать. В более сложных упражнениях в этот голубой в самом низу можно вписывать желтый. Обычно вписывают охру. Но там надо будет научиться тоже определять, как эта охра будет выглядеть на этой шкале. Потому что у охры шкала 1.2 будет светлее, чем у голубого 1.2. И потом, когда это небо высохнет, то желтого видно не будет, будет просто белое. Теперь следующим шагом надо делать землю на переднем плане, чтобы было легче определить, какой темноты это земля. Но я наберусь смелости и сделаю сейчас задний план. И я советую вам, если вы работаете со мной, тоже сейчас делайте задний план, хотя бы для демонстрации, чтобы понять, насколько же всё-таки тяжело определить, вот какой именно темноты сейчас должна быть эта краска. Мы знаем, что этот задний план должен быть темнее неба и темнее земли на переднем плане. Но так как у нас ещё нет земли, то мы пытаемся это как-то определить по чувствам, как нам кажется. Со временем, если вы будете продолжать делать эти упражнения, вот мне кажется, пять упражнений в принципе достаточно, чтобы на шестом уже это чувствовать, то вы будете любой план подбирать очень быстро. Почему ещё мне лично нравится нарушать вот это классическое поэтапное распределение, что наносится первое, второе, что третье. Потому что мне лично иногда, да не иногда, очень часто, хочется, чтобы небо перетекало в задний план. И иногда получаются такие удачные переливы цвета из одного в другой. Теперь я готовлю зелёный цвет для того, чтобы сделать землю на переднем плане. И в принципе этот передний план у меня начинается издалека, прямо от горы заднего плана и всё это переходит вперёд. Пока о градиентах я даже не думаю, чтобы этот свет залить так, чтобы получился градиент, например, от тёмного к светлому или наоборот от светлого к тёмному. Единственное, о чём я думаю, что этот зелёный должен быть чуть темнее, чем небо, но светлее, чем гора на заднем плане. И вот теперь как раз этот момент. А ну-ка угадай, а ну-ка попади, так как небо уже высохло. Оно уже слишком светлое для того, чтобы мне легко определить, как должен выглядеть зелёный, чтобы когда он высохнет, он был бы чуть-чуть темнее неба, чтобы он не был слишком тёмный. Я вам честно признаюсь, что я эти упражнения уже сама давно не делала, а их желательно периодически делать, чтобы себе напоминать. А также постоянно тренировать или поддерживать в хорошей форме глаз и руку. Я напомню, что эта полоса у нас идёт по шкале 3-4-5. Это значит, внутри может быть вот эта вибрация цвета. Если иногда попадаются какие-то белые пятна, то ничего страшного. Наоборот, это будет даже лучше. Всё дело просто в каком количестве. И я это демонстрирую вот именно этими штрихами, что вот я сейчас наношу штрихи, которые окажутся вроде как темнее, но на самом деле они все вот именно в этой шкале окажутся. Ну и тут я решила немножко ещё жёлтенького ввести, чтобы как-то яркость увеличить. А ещё я вам хочу показать то, что в акварели называется поцелуй или поцелуйчик. Я не знаю, употребляется такая терминология в русском языке или нет. Чистый перевод, с английского это поцелуй, кис. И в чём здесь дело? Чтобы объединить цвет вот этой горы и зелень внизу, так как они друг к другу не сильно подходят. И для этого надо смочить кисточку нижним цветом и в некоторых местах немножечко дотронуться так, чтобы этот цвет начинал переливаться один в другой. Но только в некоторых местах. И тогда вот эти белые отрывистые кусочки при соединении цвета при высохании они аж засияют. Теперь мы ждём, когда это высохнет на 100%. Вот у меня сейчас на этой картинке уже работа полностью сухая. Ни при каких других условиях следующий этап начинать нельзя. Ну что, теперь мы будем наносить деревья. Эти деревья должны объединить этот задний фиолетовый цвет с этим передним зелёным цветом. Опускаться ниже вот этого места где-то одна третья вниз нельзя, потому что тогда эти деревья переходят на передний план. Что касается цвета. На таком расстоянии цвет теряется и всё в принципе выглядит серое. Например, если эти деревья зелёные, то они серо-зелёные. Если там видно что-то более тёплое красное, то оно будет ближе к серому. Ну и я, чтобы как-то долго не раздумывать, и плюс, чтобы этот цвет подходил тому, что у меня уже есть, просто смешала два своих существующих цвета. Эту свою фиолетовую смесь, это жёная умбра и диоксезин фиолетовый, и какой-то у меня там был зелёный. Очень желательно, чтобы все эти деревья были слегка разной формы, слегка разного размера. Опять же, чтобы они не были одной сплошной полосой, чтобы этот задний план просвещался между деревьями. Можно ещё наносить эти деревья так, чтобы было ощущение, что какое-то дерево более далеко, какое-то ближе. То есть, его надо делать, может быть, ещё даже меньше. А также надо проследить, чтобы все эти деревья не росли на одной линии, чтобы было одно слегка выше, одно слегка ниже. Мне кажется, что я именно этот момент сейчас не учла, и по крайней мере, два дерева у меня вроде бы как на одной линии. Если бы одно было чуть-чуть выше, то уже было бы более привлекательно. Сейчас я так для памяти и для людей, которым это интересно, напишу цифры этой шкалы возле каждой полосы. Очень давно, года два, может три назад, я делала видео о серой шкале. И я не помню, пользовалась ли я там цифрами, но я эти шкалы передвигала и объясняла, где какая тень, где какое освещение, и мне кто-то написал комментарий, и в этом комментарии было написано, что нельзя так рисовать, что нельзя так думать по этим шкалам, что искусство, работа, особенно акварелью, это как музыка, что вот линию провел и должна заиграть музыка. Я когда читала этот комментарий, то я немножко про себя смеялась, потому что я даже знала, чьи слова этот человек повторяет. Да, я согласна, линию провел и должна заиграть музыка, я согласна. А что делать, когда смотришь на чистый лист бумаги и музыки никакой нет? А что делать тем людям, которые линию провел, даже три линии уже провел, а музыки все равно нет? Что тогда делать? И вот тогда на помощь приходят цифры. Я, конечно, пошутила по поводу цифр, я имею в виду знания. А так вы выходите на пленар и вы знаете, с чего начать. Вы знаете, что самое светлое небо и от этого идет отсчет всему остальному. Потом Земля, чуть темнее неба. Потом задний план чуть темнее Земли. А потом темные вертикальные предметы. Для простоты этих упражнений я делала деревья. Это могут быть люди, это могут быть дома, это могут быть животные, это может быть все, что угодно, что стоит на Земле вертикально. Сейчас моя картинка забежала немножко вперед, и это то видео, которое будет в следующий раз. в следующем видео я сделаю упражнение, которое показывает тональность при очень ярком солнечном освещении. На сегодня все, до свидания, возвращайтесь на мой канал.